Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Во-первых, совсем понятно, что именно вам транслирует ваша свигровка. Ну, то есть, что конкретно она вам транслирует и что конкретно она вам, условно говоря, высказывает, да, что вам там, что вам неприятно, что вас задевает и всяко-всяко-всяко-всяко такое. Ну, то есть, вот как-то по существу, да, вы не высказываетесь просто, что детские замечания, просто, что она, там, условно говоря, что-то делает, что вам неприятно. И я понимаю, я понимаю, что вам может быть действительно неприятно, но момент весь в том, как мне кажется, что вам нужно немножко, вот, ближе к сути, да, немножко ближе к сути этого вопроса подойти. То есть, условно говоря, немножко подробнее рассказать, что конкретно вас беспокоит, да, и что конкретно вас задевает в том, что говорит свою кровь. Вот. Потому что, вполне вероятно, что она говорит о некоторых своих проблемах, да, вполне вероятно, что она говорит о некоторых своих трудностях, но это цепляет ваши собственные трудности, ваши собственные. То есть, какие-то проблемы, которые, ну, условно говоря, у вас есть, но от которых вы пытаетесь, там, скрыться, вот, от которых вы пытаетесь сбежать. То есть, нужно, нужно посмотреть, как именно вас задевает, вот, то, что делает свекровь. При этом, как бы, свекровь никто оправдывать не должен и не будет. Но, вот, это, вполне себе, как бы, нелогично здесь, потому что, ну, свекровь действительно может прогибать палку и прогибать палку. К сожалению, достаточно сильно. Вот. Идея здесь в том, чтобы понять, как вас это задевает, чем вас это задевает, да. Вот. Может быть, может быть, в глубине души вы сомневаетесь в том, что вы можете быть хорошей женой, достойной, там, грубо говоря, грубо говоря, хозяйкой и так далее. Вот. То есть, вариантов здесь, как мне кажется, достаточно много, чем вас это задевает. Может быть, вы видите в ней, в какой-то степени, свою маму, взаимоотношения со своей мамой. Ну, то есть, разные есть, разные есть достаточно варианты, варианты. Вот. И, как бы, важно, чтобы эти варианты были разобраны, проработаны и, условно говоря, причины такой реакции были найдены. Следующее, на что нужно обратить внимание, это то, что вы совершенно бравы по поводу мужа своего, который в целом, ну, как бы, должен, действительно, защищать вас перед своей семьей, перед своей мамой. Вы правы в том, что вы ходили замуж за него, а не за его маму и, как бы, жить вы рассчитывали с ней, а не с его, ой, с ним, а не с его мамой. Поэтому в этом смысле вы правы. И здесь уже нужно смотреть на то, что ваш муж, в принципе, такой человек, который в какой-то степени от своей мамы зависит достаточно сильно. И находится, вероятно, под ее влиянием. Под ее давлением, вот, под ее, ну, как бы, ожиданиями, вот, под ее потребностями, и под ее оценка, по сути, вот, это такой достаточно важный момент, вот, что принимаете ли вы, там, грубо говоря, своего мужа, таким, какой он есть, или нет. Потому что муж ваш изменится вряд ли он сам в этом, проблемы не видит. А он не видит, потому что говорит, что им с мамой смешно. То есть, муж, как бы, находится в его слиянии, к сожалению, со своей мамой. И, пока он находится в этом слиянии, пока ему, условно, в этом слиянии хорошо, он, ну, будет, вот, там, за эту позицию держаться. И, да, он просто развернулся, но, по сути, там, ничего не меняется, не меняется, да. Вот, по сути, вы чувствуете, что все останется по-прежнему, все будет так же, и никуда не двинется, не двинется, в плане того, что мама по-прежнему будет вмешиваться, там, в вашу жизнь. Вот, поэтому вам нужно решить принимаете ли вы мужа и, как бы, эту ситуацию. В целом, мы готовы бы взять на себя ответственность за выстраивание приемлемых отношений с, эээ, со свекровью. Вот. Или вы говорите мужу, прости, но меня не выстраивает, мне не нравится, как обстоят дела, да, я считаю неприемлемым то, что происходит. Вот, и, соответственно, либо ты меняешь, либо я ухожу. Вот, самое счастье, но не для меня неприемлемым. В этом случае вы, эм, платите, ээээ, цену. Вот. А, в этом случае вы платите, эээ, цену. сцену, аааа, сцену такую, что, эээ, ну, муж может, эээ, как бы, уйти от вас, вот, условно говоря. То есть, муж может выбрать маму, и это вопрос о том, готовы ли вы принять такую вероятность. Вот об этом вам стоит подумать, в этих направлениях. На этом все, я надеюсь, что помог вам, я надеюсь, что это было полезно. Переварите, дайте обратную связь, буду благодарен, всего вам самого доброго.